Продолжаем выпуск. Сегодня глава региона встретился с руководством предприятия по производству кормов для животных. Обсуждали модернизацию завода. Напомню, после всестороннего двухмесячного тестирования там заработала обновленная линия по производству сухих смесей для кошек и собак. Новое оборудование от старого отличить очень просто. Новое из нержавеющей стали, старое окрашено. 500 миллионов рублей вложило предприятие в модернизацию производства и теперь и линейка товаров шире. И условия труда гораздо лучше. Сухие муки – это сырье для будущего корма, перемолотый протеин. Без непосредственного участия человека в него вводят витамины, добавки, питательный бульон. Формуют, сушат, фасуют. Все в условиях максимальной стерильности. Деньги потрачены, по сути, на то, чтобы увеличить мощность нашего завода. И, во-вторых, дать возможность производить продукты более премиального сегмента. За счет увеличенного количества наименований компонентов. Технология стала более точной за счет нового современного оборудования. Роль людей изменилась каким образом? Люди стали менее задействованы в физических действиях. Соответственно, автоматизированное оборудование дает нам возможность управлять из комнат операторов. Сегодня о планах по развитию бизнеса руководители компании рассказали губернатору Андрею Травникову. Вот, по-моему, уникальный опыт, о котором также нужно рассказывать нашим предпринимателям, делиться подходами. Потому что задача по повышению производительности, она теперь будет стоять перед каждым из руководителей, которые трудятся и на территории Новосибирской области, и в стране в целом. Продукцию завода, в частности, будут экспортировать в страны Юго-Восточной Азии, а также в Китай. Мощности предприятия хватит, чтобы обеспечить сбалансированными кормами для кошек и собак гигантский рынок. С Андреем Александровичем мы говорили не только о том, что было инвестировано вчера, инвестируется сегодня, но и о том, куда и что нам нужно инвестировать завтра. В первую очередь, мы считаем, что дальнейшие инвестиции будут зависеть от развития экспортного потенциала. Новая линия обошлась примерно в полмиллиарда, а вообще в обновление оборудования инвестировали больше трех миллиардов рублей за 15 лет. С фабрики бюджет области имеет значительное налоговое поступление, а средняя зарплата там значительно выше средней, около 83 тысяч рублей в месяц. Алексей Гамзов, Константин Менин, Новости ОТС.